Серёга, слышь, двенашка наша вообще не заводится. Чё делать-то будем, а? А чё я могу сделать-то, а? Может, ты, комазист, этого отпустишь уже? Сколько он у тебя тут стоит уже? Выпишем его на сотку штраф. Командир, я не виноват ни в чём. Ладно, я сегодня добрый, езжай. Ну чё ты здесь галдишь? Чё с нашей ласточкой опять? Как это чё? Ты видишь, она вся в пыли. Мы на ней уже сто лет не ездим. Может, позвонишь шефу, выдадут нам что-нибудь? Как мы должны злодеев, если что, догонять, а? Ладно, пойду позвоню, может, что-нибудь решат. Анатолий Юрьевич, нам нужна ваша помощь. У нас наша двенашка сломалась, всё не работает, не на чем догонять злодеев. Присылайте что-нибудь новенькое, ждём. Ну чё, позвонил? Да, позвонил. Сейчас сказали, чё-то привезут. Вон, смотри, эвакуатор едет, может, сейчас чё привезёт. Товарищи полицейские, привёз я вам автомобиль, куда выгружать, а? Это чё такое? Мы давно уже полиция. Тут вообще на нём милиция написано. Куда мы на нём будем ездить? Нам по трассе надо. Ну чё, дали, то и привёз. Ты где его вообще надыбал? На складе был, на консервации. На какой ещё консервации, я не понял. Ну, это когда тачку новую берут, там лет на 50 на склад кладут, а потом новенькую всё выдают. Слышь, иди опять звонить, чё это такое? Да я сам в шоке вообще. Короче, мужик, ты это забирай и увози обратно им. И передай, что нам нужен нормальный автобобиль. Ну что, принимайте новую ласточку. Сказать, что я в шоке? Ничего не сказать. Это чё такое вообще? Чё за раритет? Ну, это ж Мерсик. С консервацией почти. Мне кажется, что они не понимают, что нам везут. Короче, езжай давай и передай, что нам нужен современный, классный автомобиль. Окей, я понял. Привет, мужики. Привет для вас шикарный новый автомобиль. Всё, как вы и просили. Это комфортабельный, скоростной, ну, в кавычках, конечно, Мерседес, спринтер. Теперь вы можете работать комфортно. В общем, вашу двенашку я забираю, а это оставляю вам. Ну, наконец-то. Вот это то, что надо. Спасибо, дружище. Вот это да. Вот это мы, красавчики, добились такую тачку. Вот это мы молодцы. Тут даже... О, тут даже рация работает. Чё ещё есть? Кряхалка. Ух ты. И мигалка правильного цвета. Отлично. Я, короче, сейчас, наверное, на ней поеду, прокачусь здесь по райончику. Ну, давай, я постою. А сзади ты посмотри, сколько можно всего разместить. Сейчас мы выдвинемся. Ну, всё, погнал я, короче, прокачусь вот здесь вот через лежачий полицейский. Посмотрим, как она прыгает, не прыгает вообще. Ты чё, опять подвеску всё ушатаешь, не надо. Ладно, так уж и быть не буду. Ну, чё я, я, короче, погнал. Ю-ху! Всем приветики. В общем, такой вот сегодня у меня обзор, не обзор. В общем, просили мультик, ну, попробовал вот снять. Понравилось? Поддержите лайком, напишите комментарий, мне будет приятно. Очень. И модель у нас, значит, от фирмы Технопарк. Вот она. Это Мерседес Принтер. Очень интересный. Я думал, что он будет на номерах, но, к сожалению, оказался нет. Сделана моделька у нас из металла. В общем, в принципе, функции здесь, ну, звуки вы слышали, да? Открываются задние двери и передние, соответственно. Стоит данная модель в районе 700 рублей со звуком. Ну, где-то, может, 750, 800 бывает. Без звука будет дешевле. Мигалка правильная, видите? Всё как положено. Теперь мои ДПСники будут довольны. А, кстати, где они? А они отдыхают. Устали. Был тяжелый трудовой день. Всё, надеюсь, вам зашло. Буду стараться делать ещё. Всё, всем пока. И всем самое главное, конечно же, добра.